короче времени очень мало у меня через 20 минут самолет мечет вообще немножко как-то выразиться без мата я даже забыл обосрались у меня через 20 минут вылет а мы думали то что через 20 минут только посадка начинается короче нам нужно бежать кто не понимает где я нахожусь новосибирске я только вот сегодня вернулся домой в москву потому что я уезжал на небольшой отдых на небольшие каникулы мы с катюхой съездили на алтай я не записывал лот потому что мне нужно было просто немножко отлечься но для чего я записываю именно вот этот момент для того чтобы сказать что у нас также для вас есть небольшой сюрприз и мы также в ближайшем будущем планируем записать новый сезон нубика катя уже не нубикать уже профессионал поэтому когда это будет вы можете только ожидать не терять надежды как выйти с катюхой мы встречаемся хоть и не очень часто но встречаемся этому прощайся до следующей встречи меня самолет через меньше чем через 20 минут все поэтому я побежал я с вами еще спешусь на связи буду когда прилечу домой мы с вами еще поговорим а пока я у его потому что я нифига не успею пошли катеринцы до свидания как то знаете когда я уезжал было очень даже тепло в москве я приехал вышел на улицу в кофте и чуть с мани сошел какая тут холодрыга я как будто новосибирск с собой в москву привез неожиданно так для себя здорово всем с вами снова если это первый ролик после моего возвращения из новосибирска в москву 21 числа по вчерашний день все ролики которые выходили на канале они были записаны наперед я только вот сегодня вернулся домой и сегодня первый ролик который я записываю после моего возвращения скорее всего почти никто этого не заметил потому что никто за мной не следит в инстаграме никто не знает что я куда-то разъезжаю всем самое главное просто зайти на канал посмотрите что у меня вышел ролик но я на самом деле уезжал это что я куда-то еду я объявлял самом начале сентября поначалу этого ролика вы уже заметили то что я был с катеридзой но а себе да кто не знает моя девушка живет на себе я в москве три тысячи километров разницы и мы с ней видимся примерно раз полтора в два месяца сложновато но все же я должен был поехать потому что ну я хотел с ней увидеться я чуть не опоздал на самолет но слава богу я успел я же эдисон я всегда успеваю хоть и всегда опаздываю это как смысл жизни у меня лично я отдохнул я немножко развеялся я вернулся домой с рядом новой энергии с контейнером с новой энергии которую я привез с алтая я был на алтае в носибе поддыхал в дикой природе вернулся и готов для вас продолжать записывать ролики и стриме если ты хочешь видеть фоточки с алтая есть ты хочешь видеть истории с алтая истории с катеридзой можешь подписаться на мой инстаграм ник есть на экране и ссылочка на мой инстаграм также есть в описании заходи подписывайся мне будет очень приятно есть ты ступишь нашу семью также в инстаграме чтобы краски не пропускать и глобальные вещи когда я куда-то уезжаю на неделю и записываю ролики наперед что все закончили все я скажу только один раз это послание даже не тебе и даже не всем моим подписчикам а это послание тем кто набежал на мой канал с агрессивными комментариями после майнкона о господи майнкон это должен быть длинный разговор но я постараюсь его уместить хотя бы в 3-4 минуты чтобы не затягивать и не тянуть кота за причиндалы мои подписчики были в курсе я надеюсь то что я уезжаю я записываю ролики наперед поэтому скорее всего мои подписчики даже не стали бы меня обвинять в том то что я не смог провести стрим с майнкона а скорее всего это просто гнилые паблики которые не захотели разбираться в каких-то фактах сразу обвинили меня в том то что я предал предал всю страну эдисон хуже гитлера эдисон виноват во второй мировой войне наркоман предал майнкрафт комьюнити все майнкрафт комьюнити снг как так перед тем как на меня набегать своими нунчаками и винить меня во всем в комментариях под моими же роликами в моей ступе в контакте и в коментах под моими же фотками в инстаграме и вконтакте разберись хотя бы фактах которые я тебе предоставлю и которые я тебе уже предоставил до этого то что я был в новосибирске и то что я поеду в новосибирске я сказал в начале сентября сентября. Конечно, зачем тебе разбираться? Эти паблики, которые начали меня винить в том, что я предал всё Майнкрафт Комьюнити, в одну же секунду начали меня засирать, знаете, как голодные шакалы, которым бросили кусок свежего мяса. Опа! Какая-то оплошность небольшая. Ну, давайте будем делать меня козлом отпущения. Я готов. Я готов принять на себя все грехи Майнкрафт Комьюнити, если вам просто не на кого их свалить. Кроме меня. Пускай будет так. Мои подписчики, знали то, что я уезжаю в другой город за 3000 километров в начале сентября. Я предупредил Моржанг то, что я не смогу стримить, потому что я в Новосибирь с собой беру только ноутбук. У меня там не будет ни интернета, ни мышки, ни микрофона, никакого оборудования для того, чтобы я мог постримить. Я их предупредил заранее, но никакого ответа я в свою сторону не получил. Они уже просто решили то, что я буду 100% стримить. Хоть я купил билеты за полтора месяца до вылета, чтобы купить их дешево. То есть у меня билеты были уже в августе. А может ты не знал то, что я был официальным ретранслятором Майнкона в прошлом году? Да-да. Я первый человек в СНГ, кто начал ретранслировать, переводить Майнкон. В прошлом году я с большим удовольствием его ретранслировал. И в этом году я также с большим удовольствием бы сделал этот стрим. Но я не могу. Просто я не смог это сделать. Ты можешь посчитать на пальцах. Сколько ютуберов есть в СНГ, которые выкладывают ролики каждый день, которые стримят по три раза в неделю, ведут второй канал, каждый день записывают истории в контакте, в инстаграме, еще выкладывают фоточки практически каждый день. И это послание, скорее всего, как я уже сказал, не для моих подписчиков, а для тех стада овец, которых направили на мой канал разорвать все комменты и написать, что Эдисон предатель Майнкрафта. Лошпеды, перед тем, как нападать на меня, разберитесь, пожалуйста, в фактах. Если ты не являешься моим подписчиком, то тебя просто твоя группа в контакте или какой-то твой другой ютубер сказал то, что Эдисон плохой, и ты сразу бежишь на мой канал писать, какой я плохой, как и почему и зачем, если ты даже меня не смотришь. Вот ты, скорее всего, ты или мой подписчик, или тот, кто пришел на мой канал написать то, что я лохопудина, потому что я не провел стрим Майнкона. Так может, ты хотя бы разберешься в моей личной жизни, разберешься, что я находился за 3000 километров от своего дома, разберешься в том, что я купил билеты за полтора месяца, чтобы полететь к своей девушке, потому что я ее вижу несколько раз в год, разберешься в том, что я отказал Майнкону в этот раз, но я проводил стрим в прошлом году. Что я первый ютубер, который ретранслировал Майнкон в России. И что я с большим удовольствием это делал, и с большим удовольствием сделал бы это еще в десятый раз. Потому что я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт комьюнити, я люблю адекватных подписчиков. А все эти шакалы, которые набегают на мой канал только потому, что какой-то там паблик или какой-то там ютубер не стал разбираться в моей личной жизни, а просто захотелось какая-то драма, поучаствовать в каком-то кино, в каком-то театре, застрать Эдисона, потому что я не смог сделать стрим в этом году, я не смог сделать стрим Майнкона, но зато я делаю по 200 стримов личных своих, по 3 стрима в неделю. Разберись хотя бы сначала в этих фактах и подумай, что тебе написал твой любимый паблик или что тебе сказал твой любимый ютубер и почему ты пришел на мой канал меня засирать. Не думаешь ли ты, что это немножко эгоистически по отношению ко мне? Я думаю, что все же немножко так. Потому что проблема в том, что я не провел стрим Майнкона. И вместо того, чтобы прийти на мой канал и спросить Эдисон, что случилось? Может у тебя в жизни какая-то беда? Может, не знаю, что-то произошло в твоей семье? Почему ты не смог провести стрим? Вместо этого люди приходят и говорят, что я кусок говна, который предал весь мир, который не заслужил быть Майнкрафтером и не заслужил своих подписчиков, потому что не провел стрим? Может, хватит быть такими эгоистичными злыми шакалами, которые вместо того, чтобы поддержать и посочувствовать человеку, приходят и засирают его? И те люди, я не обращаюсь к тебе, к своему подписчику, я обращаюсь к другому, к тому, кто приходит и засирает меня. Ты даже меня не смотришь, ты не знаешь мою жизнь, ты не знаешь, как я веду себя со своими подписчиками, и ты не знаешь, чем я, мать твою, жертвую в этой жизни, чтобы записывать 7 роликов в неделю на второй канал, делать по 3 стрима, ты не знаешь, но тебе просто нужно немножко разобраться, немножко выпуснуть свои эмоции. И я уже сказал, если ты хочешь найти виновного, если ты хочешь сделать кого-то козлом отпущения, я могу извиниться перед тобой и могу извиниться перед всем в Майнкрафт-комьюнити на то, что я не смог провести стрим Майнкона, как в прошлом году я это делал. по личным семейным причинам обстоятельства. Ну, пускай будет так. Если тебе нравится засирать всех подряд, делай это. Ты можешь даже не разбираться, зачем ты это делаешь, почему ты это делаешь, кого ты обсираешь. Тебе же сказал так твой ютубер или какая-то группа ВКонтакте, или кто-то написал то, что я не санлог, потому что он не сделал стрим. Будь овцой и следуй за этим стадом. Или не будь овцой и присоединяйся в мою семью подписчиков. Подписывайся на канал и жди новые ролики мать твою каждый день. Я хоть и не робот, но внутри я уже давным-давно умер. Поэтому я и записываю ролики каждый день. Для тебя, для тебя, для тебя и, конечно же, для тебя и для себя в первую очередь, для своих подписчиков. Последний подкаст на своем основном канале я делал примерно три года назад. Четыре года назад. Я даже не помню. Очень давно. Если ты хочешь больше таких роликов, если ты вообще хочешь больше стримов и больше роликов на моем этом первом основном канале, ставь лайк на этот ролик. Но в первую очередь подпишись. Мне будет очень приятно. Не будьте злыми, не будьте сраками тигров, не будьте писками коня и не будьте мозолями на пятках у жирафов. Да, будьте хорошими людьми. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok